Фортепиано 19 века подарила сибирячка Новосибирскому музею кино. Раритетный музыкальный инструмент давно стоял без дела, теперь его будут использовать по назначению. Планируют проводить кинопоказы немых фильмов с музыкальным сопровождением. Подробности у Ксении Петренко. Песня просто, она историческая, это моя любимая песня. Их много, но я когда приезжаю в какое-то новое место и сажусь к инструменту, самое первое, что я играю, играю, с ним пойдет. А дальше уже все, что полагается. Геннадию Пыстину довелось сыграть на разных раритетных музыкальных инструментах. Опробовал фортепиано Шопена, Чайковского, Рахманинова. И у каждого свое звучание. Говорит, такая возможность прикоснуться к истории выпадает не каждому. И от этого особый трепет. Зашли в мастерскую Сарадора Дали, да, и вот взяли кейс, подошли к его палатам. Что может испытывать огромное благоговение перед гением. Поэтому здесь это как бы не только это у меня, это связано со многими и артистами, и музыкантами. Кое-где отчелкнулась краска, стерлись надписи. В остальном все в порядке. После настройки звучит идеально. История этого музыкального инструмента начинается со времен немого кино. Произведен известной австрийской фирмой, ориентировочно в 19 веке. Этот музыкальный инструмент в военные годы в Новосибирск привез артист Ленинградской филармонии. Но уже в 1946 году его пришлось продать. Семье Тарасевич. Родители купили фортепиано для мальчика, который проявлял интерес к музыке. Мальчик не захотел связать жизнь с музыкой. Пошел в медицину, стал хирургом. А инструмент все эти годы стоял без дела. И вот сейчас семья Тарасевич подарила фортепиано музею кино. Мы сейчас собираемся открыть так называемую школу юного топера. Когда маленькие дети музыкальных школ, свои вещи, которые они разучивают, они будут подбирать, а к какому же сюжету кинохроники это может подойти, к какому изобразительному ряду, который у нас есть, современному или быстрому, или медленному. И вот эта вот работа, как говорят педагоги музыкальные, она очень интересна. Сегодня Геннадий Пыстин импровизирует под архивные кадры киножурнала «Сибирь» на экране. И такие кинопоказы с музыкальным сопровождением планируют проводить регулярно. Ксения Петренко, Константин Менин, Новости ОТС.